Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, игра это комментирует для вас Луцкий Александр, продолжаем мы проходить кампанию тьмы, кампанию зла в игре Властелин колец, битва за Средиземье, в прошлой серии захватили Хельмову Пать, и по сути за Изенгард мы больше не сыграем, но если не будем того желать. Перемещаемся мы на восток и здесь теперь под нашим руководством будет выступать армия Мордора, но для начала нам нужно заручиться поддержкой южных людей, скажем так, Востаков, Харадрим и так далее. Ну что ж, у меня там за окном что-то происходит, видимо, как обычно, короче говоря, как начинают записи, так что-то происходит. Прошу прощения за посторонние звуки, ребят, если они, конечно, появятся в записи. Ну ладно, поехали. За Мордора надо сейчас будет привыкать мне играть, вот что я скажу. Мордора сильна, но может стать еще сильнее. Те, кто не принесет присягу Саурону, должны умереть. Так точно. С такой политикой и идем мы на эти южные земли. Южный Харад. Неведомая жаркая земля. Королевство Харадрим. Верный союзник Саурона. Ну или пока не союзник, но мы сделаем, сделаем Харадрим своими союзниками. Никуда они со своими мумаками не денутся. Грозная сила на самом деле и против конницы в самый раз, в самый, в самый, в самый раз. Поэтому просто необходимо заручиться этой поддержкой. В этих землях много лагерей Харадрим. Их верность можно купить. Весь вопрос в цене. Мы также можем подчинить их силой. Вот об этом я и говорю. Пусть наш войска растет. Хотел сказать точнее, то что здесь можно либо деньгами, а либо силой взять власть на Харадрима. И я думаю, что мы деньгами все-таки решим этот вопрос. А где же тут лагерь-то? Нам нужно лагерь организовать. Пока я не вижу лагеря, если честно. Нам дают золото за убитых людей. Что неудивительно на самом деле. А вот я вижу лагерь, кстати говоря. И это меня радует. Давайте поставим его сразу. Пусть будут все выбраны у меня. Так мне даже удобнее. Так, да. Есть лагерь. И сразу надо ставить башни. Я должен поставить золото в один из лагерей, чтобы подкупить их. Так точно. Лагерей, по-моему, здесь то ли пять, то ли четыре. Так, да, да, я знаю про этого. Про эту повозку, которая стоит десять тысяч, ребята. Десять тысяч. Будем копить, будем копить, будем защищаться пока что. Но для начала, конечно, нужны башни. Без них вообще никуда. Так как на нас пойдут скоро. Харадримы в атаку, как ни странно. Так, раз, два, три. Что у нас тут? Клетка троллей, мастерская осадных орудий и орчья яма. Ну, наверное, да. Наверное, хватит. Наверное, хватит. Три бойни поставил. Для ресурсов этого хватит, мне кажется. Давайте все внутрь. Просто вообще без этого никуда. Так, ну давайте орчья яма. Пока что все, денег больше нет. Так, это не опасно. Пусть идут, хоть бесконечным образом, скажем так, башни с ними справятся. Вот если только мумаки пойдут, это уже будет, конечно, посерьезнее. Так, смотрим, что у нас тут. Вот видите, один лагерь. Второй лагерь. Здесь как раз таки мумаки стоят. И третий лагерь. Там еще где-то наверху, по-моему, четвертый есть. И пятый, если я не ошибаюсь. Так, отлично. Наверное, стоит выпустить по четыре отряда. И я ими... Я ими, наверное, пойду в атаку. Так, чтобы хоть чем-то заниматься, пока у нас деньги копятся. Насколько я помню, вот эти отряды... Да, бесплатные. Лучники же платные. Но я их купил для того, чтобы ранг ямы усовершенствовать. Увеличить. И, собственно, огненные стрелы, чтобы нам были доступны. И знаменосцы. Чтобы хоть что-то эти отряды из себя представляли. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, ну и, конечно, нужна клетка троллей. Пока трудно копиться. Деньги у нас, да? Ну, все просто. Надо поставить все здания, потом будет полегче. Так, есть контакт. И есть контакт. Сейчас будет получше с ресурсами. И мастерскую осадных орудий. Пусть будет, почему нет. Не знаю, зачем я экономлю на этих отрядах бесплатных. В любом случае, сейчас отправлю в атаку. Чтобы хотя бы разведать, что там происходит. Можно также двух троллей взять с собой. Почему нет? Они довольно дорогие, кстати. Тысячи двадцать. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Что у нас по осадным орудиям? Так, катапульты есть. Хорошо. Есть также осадная башня. Зачем она нам здесь, не знаю. Есть таран. Две катапульты было бы не лишним тоже взять. Тогда бы армия была достаточно полноценной у нас. С такой же можно было бы идти вперед. Я думаю, мы начнем с южного лагеря. Вот с этого. Тут одни... У них казармы Харадрим. Поэтому самая легкая база, как по мне. Дальше будут там мумаки, как вы видели. Кое-кто похуже. Так, ты у нас можешь дерево взять, насколько я помню. Но... Ну да. Но я не буду. Пусть лучше так бежит. Отряд торков. Первый все еще ранг, как ни странно. Я думал, уже будет второй к этому времени. Но да ладно. Так, второй тролль готовится к выходу. Ну и возьмем две катапульты, как я и сказал. Отправим их вот сюда. Вот этими всеми отрядами мы пойдем в атаку. Потому что силой тоже стоит попробовать. Первый хотя бы лагерь-то точно надо силой взять. Что с остальным? Ну, будем копить 10 тысяч. Будем копить. Я хочу просто почувствовать вообще армию нашу. Из этого никуда. Нам в будущем ими еще воевать достаточно долго и много. Поэтому вообще нужно мне попривыкнуть к Мордору. Именно из-за этого. Вообще я мог тупо стоять и ждать. О, кстати говоря. Можно сходить пока вон взять денюжки. Почему бы и нет. Так, есть второй ранг? Нет второго ранга. Да что ж ты будешь делать? Наверное придется еще... Еще одних лучников взять. Нет? Сейчас посмотрим. А, нет. Так, раз, два. Замечательно. Тогда надо будет улучшиться. Я думаю. Есть контакт. Все, все, все. Не бегите туда. Давайте назад. Можно их даже объединить, наверное. Я про лучников и обычных мечников, собственно. Эти продолжают идти. Ты посмотри. Кстати, они уже со знаменосцами. Но они уже давно со знаменосцами. Но только сейчас. Обратил просто на это внимание. Так. Где у нас тут еще есть деревья? Вот они. Деньги нам нужны. Так, ну что? Усовершенствуем. Давайте. Объединим сразу. Почему нет. Еще бы один отряд, да, нам? Ну давайте. Еще один отряд сделаем. Почему бы и нет. Продолжает идти, но не страшно. Где-то у нас тут лучники не объединены. Давайте вот пока что ждем. Вот этих бесплатных возьмем и объединим. А новый отряд на их место, на базу. Усовершенствование огненной стрелы. Так, я не понял, почему. Почему разные отряды у меня выбираются? Какой-то есть отряд, и опять не... Да, есть. Блин. Все-таки у меня был отряд. И не стоило вообще мне. Новый отряд покупать? Ну да ладно. А вот еще один есть, да? Не, все. Берем, значит. Улучшение. Берем вот вас. И вот вас. И просто идем вот сюда. Я не знаю, что из этого выйдет, но... Просто будем идти. Просто будем идти. Просто попробуем. Получается у нас раз, два, три, четыре отряда. Смешанных, да? А эти не выбраны? Выбраны. Две катапульты и два тролля. Нормально. Пойдет. Я, наверное, сразу буду восстанавливать. Чтобы... Как только нас убьют, мы... Снова восстановили эти отряды. Так. Тролли пошли вперед первыми. Хорошо. Хорошо. Одного убили. Ничего страшного. Так. Неплохо, неплохо, неплохо идем. Тролли убили, но ничего страшного. Главное, чтобы катапульты по своим не стреляли. Но, вроде как, мы этого избегаем пока. Так. Ну, слушайте. По-моему, все получается у нас пока. А, все, они сдались, смотрите, ребят. Они просто сдались. Мы даже... Ха-ха-ха. Ладно. Ладно, меня это устраивает. Давайте еще тогда денежек. Почему бы и нет? Вот, я не тихо. Так, ну, хорошо. Давайте тогда объединим отряды. Жаль, тут только... Жаль, тут только бесплатные остались. Вот вы, давайте к ним присоединитесь, пожалуйста. Я думаю, Харадри можно взять. Но у меня слишком много очков командования. Больше максимального. Из-за этого пока что не могу. Так, лес. Хорошо. Вот так вот. Здорово. Так, смотрим, что у нас тут. Здесь у нас посерьезнее уже дела. Ух ты, смотри, подкрепление идет. Но, я думаю, что и тут мы справимся, если постараться. Надо дождаться только всех улучшений, я думаю. Лучники, готовьтесь. Лучники готовы. Я, по-моему, ни одного отряда не потерял, как ни странно. Это меня радует, на самом деле. Так, ну что. Давайте попробуем. Давайте попробуем пойти. Вот на эту базу. Не знаю, пока силой получается, почему бы не пользоваться. А ты че? Ты тоже давай. Видимо, не все выбрались у меня, похоже. Так, спокойно. Как-то все в рассыпную пошли. Это плохо, на самом деле. Главное, чтобы... Рано, наверное, я это сделал. Но, с другой стороны, слон. Убивай, убивай, убивай. Убивай, убивай. Ой-ой-ой, есть, убили. Отлично. Там еще один, кстати. Есть контакт. Ох, тут сколько слонов, ты посмотри. Это уже посерьезнее, да, дела у нас? Рано или поздно не покорятся. Эй, тим! Так, ну мы пришли практически. Зашли к ним на базу. Напомню, что там нужно просто их побить первоначально. И вот уже будет полегче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, слона бьем. Слона. Так, нормально. Слона бьем, я сказал. Есть контакт. Слушайте, катапульты мне вообще доставляют. Все? Да ладно. Да, ребята, все, они поддались нам. Отлично. Теперь у нас есть стойло мумаков. Они у нас построены уже. Зачем покупать новые? Вон у нас слон появился. Хорошо ведь. Так, еще один, да, лагерь остался, похоже. О, это все наше теперь? Слушайте, да, это все теперь наше. Последний лагерь осталось завоевать, собственно. Это все наши отряды, как ни странно. Давайте их усовершенствуем. Поставим здесь новый лагерь. Почему бы и нет? Так, ну и наши отряды, эти самые главные. Чуть один отряд не потеряли, но в итоге-то не потеряли. Это хорошо. Ну что, сразу наступаем, я думаю. У нас еще отряды, да, 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 да. Пойдем. А с севера вот этими ребятами есть. Думаю, будет круто. Думаю, будет супер просто наступление. Так, пока там война, я усовершенствую. И лес, 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 лес. Ну да, я думаю, эти деревья, собственно, упадут, но нет. Так, хорошо, здесь слона на слона обменяли. Здесь надо лучников лучше усовершенствовать. У меня самая грозная сила. Один слон против двоих. Против троих даже. Так, ну и тут вот эти ребята тоже наступают с севера. Ну все, это просто легко. Это было легко на самом деле, ребят. Я даже не ожидал такого. Все. Они тоже поддались. Вот таким образом Саурон подчинил себе Харадрим. И сделал их надежными союзниками. Теперь будем пользоваться их помощью в последующих миссиях. Серия, видимо, сегодня получится небольшой. Я, честно говоря, думал, займет больше времени у меня подчинение Харадриму. Но нет, 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 нет. Все прошло довольно успешно. Но доп. задания я, похоже... А, их и не было, собственно. Значит, все хорошо. Очки командования плюс 50. Здорово. Увидимся в следующей серии, ребят. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Пока.